Мир всем, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мир всем, уважаемые зрители. Мы хотим представить серию роликов из трех частей, скорее всего. Ролики эти являются ответом людей на несколько роликов Игнатия Тихоновича Лапкина, которые у него в сумме по времени вышли более чем на 2 часа 40 минут. В его роликах он в одностороннем порядке наговорил много информации, в том числе лживой, непроверенной и так далее. В этих роликах, что мы сейчас покажем, мы высказали ему цель этого ответа, в нашем ролике это ответ, была одна, призвать этого человека к покаянию. И это был чистый ответ, не нападение. Потому что начал все он, мы пришли открыто, поговорили с ним. И почему ему не дали возможность ответить? Потому что все, что он хотел сказать, он уже сказал до этого. Соответственно, смысла выслушивать его просто не было, потому что он в одностороннем порядке уже наговорил все, что хотел. Естественно, не думайте, что мы надеялись прийти к нему, поговорить, и он сразу там упадет в ноги, скажет, ой, простите меня. Нет, для этого человека это просто невозможно, он не тот человек. Но, но один раз у кого-то за 40 лет, у кого-то за 50 лет мы должны были это сделать. Естественно, он считает себя Папой Римским, в кавычках, непогрешимый. Поэтому от него никто и не ожидал такой вот реакции, но сказать это необходимо просто было. Все началось еще очень давно, когда он начал поносить старобрячество, частью которого, то есть старобрячество, это законная ветка православия с рукоположением, с иерархией троичной от апостолов. Значит, он начал его поносить, частью которой являлась его мама до самой смерти, частью которой являлся его учитель, великий Александр Иванович, мой дед, который в свою очередь и произнес слова в его адрес. По словам свидетелей они звучали так. Игнаша, гордость тебя погубит. И еще одно из речений, что ты в каждой бочке затычка. То есть, ну, разъяснять не надо, да, что это такое. Вот. Значит, ну, Лапкин в своем просто бесовском озлоблении дошел до того, что сказал, значит, на священство и епископат старобряческий при свидетелях, сказал следующую фразу, то есть этим людям. Зачем вы слушаете этих мракобесов? То есть, он, священство и епископат, законный, на которых находится благодать Божия, преемственная от апостолов, назвал мракобесами. Похулив при этом людей, у которых есть вот эта благодать. Ну, а, соответственно, если размышлять дальше, то есть, он там сам раньше был, причащался. То есть, если рассуждать дальше, то он похулил все, что там было. Раз они мракобеса, то и какое у них причастие, значит, и причастие, соответственно, такое же. Вот. Этот лукавый человек, он не несет ответственность за свои слова. Вот. И когда он достиг своего просто апогея, унизив наших родителей и оболгав нашу маму, назвав ее суррогатной, мы решили, по его же приглашению, прийти к нему. Приглашение у него было в ролике с Вячеславом Семеновым, которое называлось «Разбор трех подкопов» Устинова Алексея. Значит, на минуте час, час тринадцать, на четырнадцатой минуте он говорит «Где мои обвинители?» Ведите их с копом. Вот мы и пришли. Значит, но потом он в своей вот этой лукавой манере стал изворачиваться, что слово «суррогатная» он имел в виду не про нашу маму, а про церковь. Вот. То есть, не подумав, что этим самым он, получается, еще и церковь хулит, что она, Христова церковь, она суррогатная. Как же это так? Вот. То есть, ну, у человека это уже, по всей видимости, все грани размыты. Значит, говорит, что мы приходили к нему как разбойники, но разбойники приходят ночью или днем, как мы читаем в притче, там, бьют кого-то, избивают. Вот. Мы пришли днем, открыто. Ничего не таясь поговорить с ним. То есть, ну, здесь явно нестыковочка какая-то. Он всегда говорит, приводит слово «хам», имея в виду, что кто-то младше его возрастом его обличил. Ну, так я или еще кто-то другой из нас, мы никогда не будем старше его. Никогда. Вот. Но почему-то он не упоминает, что, например, апостол Павел при всех противостало, апостолу Петру, он был лет на 10-15 моложе. Вот. Надо было тоже, Петр бы тоже должен сказать, ах ты хам там такой и так далее. Вот. То есть, ничего хамского здесь абсолютно нету. Вот. С ним нормально разговаривали. Значит, он и маму свою не слушал. То есть, если говорить, что о взрослом человеке. Когда его мама его, значит, увидела, что, когда он ходил по деревне за ручку с одной молодой особой при живой жене, она его обличала в этом. Вот. Но он, как бы, он не слушал ее. Значит, интересно, он подписывает ролики, вот, опять же, в своей, так скажем, лукавой манере. Вот. Один из роликов он подписал из книги Ио, 27 глава, 5 стих. Значит, но интересно, почему-то он, а почему он с 5 стиха? А взял бы с 4 стиха. А вот что написано в 4 стихе Ио, 27 глава. Не скажет уста мои неправды, язык мой не произнесет лжи. То есть, вот почему-то вот этот, он уже себе не может это написать. Почему? Потому что его много раз обличали во лжи. Вот то, что вы сейчас увидите. Его много раз, то есть, на его слова, на то, что он наговорил. Ну, по порядочку, говорят, минута, там, секунда, вот такой-то ролик. То есть, все обоснования идут только на его слова. И, значит, Иоуф-то был многострадальный. Вот. А как он может себя причитать Киоуу? У него с родными никогда не было никакого мира, то есть, никаких родственных отношений. Он издавал запрещенные государством книги и тем самым как бы стал страдальцем. То есть, ну, тут как-то, как-то вообще непонятно. Вот. Говорили ему те только слова и действия, которые вышли из его уст ранее. Вот. Приводя время в роликах, значит. А это уже как минимум защита, а не нападение. Потому что, ну, нападают немножко по-другому. Мы весь Успенский пост молились, ну, потому что был пост, мы молились. Вот. Он в этот момент клепал свои ролики в одностороннем порядке. То есть, злоба отнимает разум, как сказал Исидор из Пелузии. Его даже не останавливает то, что это был пост, как-то бы помолиться. Нет. Он в этот пост строчит эти ролики свои с обвинениями. А в одностороннем порядке, по словам Василия Великого, это есть клевета. Если ты хочешь обличить брата, и даже это правда, но его нету, то ты клеветник. Вот. Поэтому теперь у Игнатия Тихоновича еще добавилось и звание клеветник. Он сеет везде раздор, и тем самым все разрушает. Не хочет жить мирно. Обманывает, конечно, что у него с сестрами всегда был мир, хорошие отношения. Здесь мы представляем вам две аудиозаписи от его младших сестер, которые чисто сердечно, значит, они просто не смогли остаться равнодушными, увидев эти ролики, где он просто оболгал всех в одностороннем порядке. И они изъявили желание записать ему слово. И они его записали. Вы это услышите здесь. Я думаю, что это понятно, что у них нет никакой заинтересованности. Потому что они и так много лет с ним не общаются. Ну какая тут заинтересованность? Зачем? Вот они чисто то, что у них было давно на душе, они здесь высказали ему. Ну и в конце, после беседы, когда мы шли уже домой, вот шла моя сестра и я, по всей видимости, это было его последнее слово, заключительное, потому что видно, что он не знал, что сказать. Он сказал, вы, вы твари все. Это говорит высокодуховный христианин. Естественно, он скажет, да я имел в виду, что вы твари Божии, как Адам и Ева. То есть видно, что он не ожидал, что ему скажут столько много правды, столько людей. Почему никто не говорил правду до этого? Потому что, ну, все эти люди всегда были по одному, и он их спокойно, так скажем, сжирал. Вот слово возьмите в кавычки. Сжирал, как бы не изгонял, а изживал. Вот, что он и пытается сейчас сделать меня изжить из деревни. Но все дело в том, что, как бы, у него единственный просчет такой, что я сюда приехал, не как некоторые люди, ни к нему, ни за ним. Вот. Многие люди приехали, говорят, мы приехали к Игнатию, вот он такой. И потом, когда пожили немножко времени, увидели, какой он на самом деле. А все мы люди грешники, и у нас у всех есть грехи. Люди были весьма разочарованы, ну и там, разъехались. Ну, по разным причинам. Не только потому, что он, но многие были именно из-за этого. Я же лично приехал в деревню по другим соображениям. То есть, я говорю, подчеркивал это там, что у него нету ни одного шанса, как бы и не было, чтобы сюда как-то меня пригласить, чем-то заинтересовать. Вот. Я приехал сам. После этой, значит, фразы, ну, как бы, все это было последнее. И интересное, значит, его оправдание, когда мы говорим непосредственно, что ролик, минута, секунда, вот это твои слова. Вот. В конце вы увидите, он там говорит, приводит слова какого-то митрополита или патриарха, что его окружили демоны. И демоны стали врать на него, но тот говорит, патриарх, все вы лжете. И вот они развеялись все. Ну, потому что демоны реально врали про того патриарха, вот, а Игорь Тихонович, он, он там не тот человек, про которого он говорит. Ему непосредственно говорят то, что есть видео, его ролики очень нам большое подспорье. Вот. Все его ролики, обвинители в наш адрес, они разошлись по интернету. Вот. Потом он позакрывал их, но они уже есть в наличии. То есть, они очень долго висели для того, чтобы их можно было скачать. Вот. Поэтому, ну, он их позакрывал, думает, что у нас ничего нету в качестве доказательства. На самом деле у нас уже все есть, все, что нужно было у нас есть. Ну, впрочем, это вступительная часть, будет сама беседа и будет небольшое еще послесловие, так скажем, послевкусие. Собственно, давайте теперь посмотрим, сами убедитесь во всем. Ну, где обвинители-то мои? Давай их сюда, с копом. Ты все нас там ждал, когда они придут, чего они не приходят, чего на занятия не приходят, и так далее. Было такое? А кому я говорил? Ну как, ты говорил, люди... Когда они, когда они говорят, я бы их нет, то что они в ролик, вызывали, вызывали. Я сказал, что их не приходят на занятия. Не приходят. Все, на это дело. А когда, где, я отвечаю на твой вопрос. Не перебивай, пожалуйста. Дело в том, что занятия к занятиям еще прилагаем иногда беседы. Люди, которые должны быть, их нету. Любыми путями стараются не присутствовать. Еще вчера вечером были здесь, сегодня воскресно, ехать, некуда все равно на машину уехать. Вы приготовьте мне вопросы по тому, что я говорил здесь. Чтобы людям этим передать. Они никак не идут. Его нет, я никому не могу сказать. Вчера еще был здесь. Вы должны быть. Я в вашем присутствии. Это говорит, не под каким видом. Это третий этап бегства. И мне чего делать? В любой конец страны едут, лишь бы не быть здесь. Я вынужден без них говорить. 5 июля, то есть фактически месяц и 5 дней прошло. Я не могу их никак захватить. Вот сказать, вот сейчас уже 5 недель, ни на одно занятие не стали ходить. А чего? Я ждал, ждал, не идут. Поэтому я начал уже объяснять. Ни разу я не сказал, когда придут. Я сказал, их нету на занятия. Хорошо. Все. Мне высказали, когда они придут. Да. Хорошо, подождите. Параде. Так, Инатель, Федор Васильевич. Давай. Так, мы будем говорить, что я сейчас скажу. Потом мои дети выступят, потому что это не только мое мнение. Ты все время нас... Все время лгал, все время выкручивался. Все время... Тем более, когда свадьба прошла, значит, Катя с Терентьевым... Сколько там жили было, а? Мы смотрели ролик, когда ты сидел, значит, с Терентьевым... Василием, и ты ее просто там допрашиваешь. Допрашиваешь, как будто, знаешь, ну... Сказали, Дестафа или на Луганке. Когда допрашиваешь, потому что он такой... У тебя было беспокойное расстояние, такое скроменение. Просто... Ну, мы это слышали и видели. Поэтому мы сейчас скажем так. По поводу, значит, особенно меня шокировало, когда ты здесь стоял у Забора, сколько жили, сколько зло, сколько из воров, ну, разве это так можно? Вот мы сейчас говорили о рождении Суши. Правильно ты сказал? Правильные слова абсолютно. А почему же ты себе это не относишь? Ты послание Кринина читал же? Конечно. Вторая глава, 17 стиха. Как там сказано? Помнишь? Помнишь. Так вот. А для что? Тебе это не относится? Ко всем относится, ко всем. Значит, вот ты хорошо, ну, какой же ты учитель, то ты даешь такой повод, что просто, ну, соблазнен. Соблазнен вообще. Потому что ты учишь правильно, а поведение у тебя совершенно со словами раскроется. Это одно. Потом, алжи, значит, с отцом. Наши отношения, как бы с отцом были похожи. Ты уверял? Уверял. Было такое. Так, дальше. Это мы все потом тебе расскажем. У меня все есть. Потому что ты действительно, я не понимаю, мы многие не понимают, как так. Ты стоишь всегда рожденным, духовным человеком, и вдруг допускаешь такую ложь. Такие злого пьются. Такую зубовку попали. Мы видим, как ты стоишь, через уши. Молодец, ну, ты что? Смешно? Ну, посмотри, все равно. Какая-то, как мне надо менять. Не пройдет. Хорошо. Хорошо. Да, на двоих, скажем, что ты летишь там. Хорошо, сейчас посмотрим. Кто ты слушает? Слушай, мы запоминай. Ровно столько же времени, но мне. Хорошо. Вы говорили много, но мне много говорили. Вы говорили. Вы говорили. Говорим. Говорим ты. Один раз. Сколько сейчас? Двенадцать минут, да? Да. Двенадцать минут. Пап. Добавил. Секундочку. Он уже наговорил слишком много. Теперь мы все говорим ему один раз. Один раз. Ты будешь нам говорить тогда, когда мы выскочим всех. Вся наша семья выскочила. Но у нас столько же времени, все хорошо. Потом ты говорим. Давай. Вот, засекай. Вот, ребята, двенадцать минут. Как будет? Значит, об этом лжи, значит, многие знают и все прочее. Потом он тут говоришь, что подкопы какие-то там. Кто подкоп? Людей, когда копалка. Зачем это говорить? Что это такое? За каждое праздное слово дадите ответ. Ты согласен? Согласен. Почему же ты, что попало, говоришь, и это все нормально, да? А Духа Святого? А потом, рожденный слышишь. Да, рожденный слышишь. И пиши. Но если он рожденный, ты сейчас правильно говоришь. Рожденный. А до этого что там написано? Значит, так. И два слова вот этого. Действительно. Правильно ты говоришь. Но почему ты себе это не применяешь? Почему ты другому? А что вы решили? Да, действительно. Совершенно верно. Мы решим все. И нет ни одного языка. Тебе все это известно, естественно. Ты больше нас знаешь. Больше. Притом. Вот ты обиделся на Алексея. А что обиделся? Он тебе правду сказал. А правду почему? А что, удивлен? Не удивляйся. Почему? Потому что он сказал, что у тебя была статья. Ну да, была. И с нами совершенно верно. Ну а что, что готов? Он будет сам объяснять. Почему? Хотя мы, то что он хотел сказать или не говорил, мы не знали. А ты в каком-то ролике-то сказал. Это он учит, я как бы я его учил. Мне не надо. Я его не учил. Они сами верят. Они взрослые верят. Ты с ними, знаешь, обращайся как будто с детьми. Ты запомни, что она уже в самом младшем 35 лет. В самом младшем. И они, наверное, это самостоятельно, могут быть мысль. Они даже занимаются. Не думая, что они занимаются. Не думая, что мы знаем. Не знаем, чего. Слава Богу. Слава Богу. Наши занимаются ими. Ну и далее, вот чем вы это еще сказали? Значит. Вот почему-то ты все время там вот такой, так же, скажем, грубость вот такая твоя. Какая-то невежность, грубость. Ну это почему? Зачем? Разве, вот я всегда еще раз в свинности, что понимал так. Кристианин это во всем должен принять. Это высоконравственный, духовный человек. Но те, вот святые, настоящие святые, грубость допускают, или ложь. Если не считая, конечно, метрозаветный пророк, то этих не вели. Христос на тайной речели сказал, заповедь даю вам много. Заповедь любви, это не на свинае с громом там было, когда на Морисею, а именно, да любите друг друга. А любовь, читая первое послание, конечно, он так. Ты прекрасно это читал и знаешь, конечно. Но ты же можешь это к себе не применять. Все покрывает, все надеется, все не раздражается, не гнильится. Да будут подавленные всякие там злобы, злоречия и все прочее. А с любого мудрые мысли обречают. Вот ты читал когда-нибудь? Ну, наверное, читал. Вот как-то Григорий, святитель Григорий Гастан-Тенопольский, отозвался об Афанасе Великовой. Вот какой он святитель был? Он был настолько трог. Вот когда я его спрашиваю, когда он спрашивали его, да, он был, значит, смеемся, для всех доступен. Вот. Вот смотри. Насколько высок он был делами, настолько смеен сердцем. Вообщение для всех был весьма благоприступен, кроток, неглилим, сострадателем, приятен в беседе. А в мелоподобном сердце, ну, скажи, ну, если это в тебе, ну, честно, блин, Бог, ну, когда делал вы, ага, тебя не спрашиваю. Когда делал вы, делал вы, был спокоен, а мы расстрашительно, все видно. Когда хвалил способством наседания, выговоры у него были отечественные, а у тебя какие? Обладал благоразумным, любомудрым, любовь и мудрость. Ему немного нужно было слов для настроения, достаточно было его жизни. Все. Понимаешь? И вот сколько лжи. Ирма Александрович, вот не зря же ты обиделся, что Лешка, там, кто-то сказал, что мой отец. Я говорю, да, это я свидетель. Помнишь, когда при беседе в Искитине, когда у нас были хорошие отношения, я был еще пацаном, не знаю, 16 или 17 лет было, но я присутствовал на этом разговоре. И слышал, как он говорил тебе в этом самом полиннике, у вас была дружеская беседа, да, у вас не было каких-то. Он сказал, он что слушал, там, не знаю, как он понял, но он сказал, Игнашка, вот именно Игнашка, и келебрация, и сказал, тебе гордость погодит. Ты это отрицаешь напрочь. Это вот тоже это, вот что это, ложь из ворот в лес. Перейдем на Мишку. Не на Мишку не надо, тебе конкретно было. Мишка, Мишка, мы знаем, он и говорил о Мишке, но не здесь, не в этом случае. И потом, ты в каждой бочке затычка, то есть что, везде, куда надо и не надо лезть, везде. Тебя не просят, ничего, и вот что же привычка? Тебе вот только я, только я, 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 почему? У тебя, знаешь, вот завышенная самоцинка самозначенности. А где самозначенность, там что? Там высокомение, нагмение, гордость, благостолюбие, злоба, и ну все, все, эгоизм. Ну и как это, самость, у тебя это все есть, ты можешь не обижаться. Если ты разумный, если ты действительно искренне веришься, и мы посмотрим на тебя, я сам, а ты на меня, он не православный, он не верит, жал на тебе, злоба подавленная личность. Кем, когда, чего? Зачем так, не дерзкий? Ну кому это ты делаешь? Ну все же люди не глупые, они понимают твои цены. И твоих заслуг никто не отрицает. Твоих заслуг, которые ты делаешь, допустим, для деревни, там для этого, ну это все не спеет. Для Бога главный заслуг — выполнение заповедей. Ты прекрасно знаешь послание Иоанна, ну сейчас говорили Иоанне, апостола Руби. Два послания особенно меня волнуют, очень даже. Там ясно все сказано, что кто говорит, что я видел Бога, а заповедей исполняет, тот не видел его. Много. Всякое ненавище брата — это уже, ну там, человекоубийство. Не судите, не суньми будете. Почему? Потому что судите все по внешним только обстоятельствам. По внешним, вот ведь случайным и так далее. Так, время у меня действия. Сейчас я скажу, сейчас предоставлю слово добыду, отцу, невесте. Вот, что он заметил, значит, в этой сваре. Я конкретно про ролик, про ролик скажу. Да, мы здесь собрались, так говорим. Кто говорит, взять и подрежь, поменяйте. Давай. Значит, мы тут собрались, еще раз говорю, не воевать с вами. Вот, просто вы настойчиво приглашали высказать. Потому что, вы говорите, никто не приходит никогда, вот, ну, решил свое мнение высказать, в частности, защиту, во-первых, родителей. Потому что, когда я слышу, допустим, вы называете священство мракопесный, я не могу, я отца Никола ни разу не слышал, чтобы он сказал, ни конья, ни такие сякие. Когда слышу, говорите на отца, что он такой сякой. А я не очень свидетель, в Минусинск ездил, и когда они с Александром Ивановичем друг у друга на груди просили прощения. Вот, я сейчас, как вы говорите, это вот эта ваша книга, это вы переплетали. Вот это письма, писанное Александром Ивановичем в почве. Вот сейчас просто зачитаю то, что вы говорили, якобы Александр Иванович в отношении папы сказал, что он никакой там не верующий, сын и так далее. Что он пишет, вот два места всего прочитали. Я был тронут твоим вниманием, и особенно меня обрадовали твои письма, читая их слезы, невольно катились из глаз. Но эти слезы были не слезы заисти и гнева, а слезы радости. Я от радости не мог тебя сравнить ни с кем из своих родных. В этих письмах была видна острота ума, всесторонняя развитость, глубокая наборность. Как последовательно и умело в них размещена мысль, и все параллельно со священным писанием. Я до этого не мог подозревать, чтобы дальнейшая жизнь, жизненный опыт могли в тебе пробудить столько логичности, последовательности и здравомыслия. За все сие наличие я мысленно благодарю Бога. Из слезного биюка Господу благодарю тебя, Владыка Святый, за то, что даровал чаду моему святые мысли и светлый разум. Да положи перед ним стезю добра в Царствие Небесное, а тебя, Вова, спасет Христос за столь милостердно и сострадательное отношение к родителям. Я после этих писем почувствовал, как сердце у меня влилось в дозу уверенности, что хоть не все мои дети негодяи, которые способны делать родителям пакости. То есть это он говорил о папе моем. Другая мысль. Я вижу, что ты возрастал, умудрялся через Святое Писание, и в настоящее время мудростью превосходишь меня. Слава Богу за то, а тебя спасет Христос. Тут еще несколько мест, как говорится. Все это говорит. Так, вот еще, что он пишет. Я бы никого другого в старости своей не избрал, но только тебя, с тобой жить и вместе дням в жизни тянуть. И так дойти до гроба. Это вот говорит о том, что вы всегда предоставляете своим зрителям, вы же говорите, вы своих зрителей уважаете, вы всегда предоставляете одну сторону свою, как говорится, одну сторону медали. Два. Эти двое с отцом поднялись. Я расскажу, что отец говорил о вашем... Тебе, Владимир, старший брат? Да. Старший брат. Я даю характеристику, которую давал отец. Больше у безбожника не знаю. Он развращает всю семью. Он неверующий. Страха Божия нет. Это характеристика отца Александра Ивановича. Я уж открываю это. И когда мы с ним беседовали с Александром Ивановичем, я говорю, а как о Вове, старший сын их? Да, это неверующий. Другого слова у него не было. Он развращал молодцы, которые братья за ним и шли. Я уж не говорил это, но тут вижу, что они буйно так действуют. Я должен сказать. Отец никогда не считал его за верующего. А его не было. Он уходил из дома, где-то там шалялся. Я объясню сегодня. Я очень и очень близок был с вашим отцом. С родными. С вашей близкой. С самой близкой родной. И он брата вашего старшего считал абсолютно неверующим. Но тут одно-но. Мы с ним почему-то в это время стали сближать. Он куда-то из дома уходил, там что-то такое было. И я его встретил. И как-то стал он маленько слушать. Я Александру Ивановичу сказал, он говорит, ты не веришь ему, он обманщик. Он не верующий совершенно. Это говорит он о вашем старшем брате, который сейчас поддерживает этого. Так свое, как говорится, сына. Это говорит отец исповедник, от которого ни одного лжего слова не было. И он еще сказал такие ужасные слова. Я говорю, да не может быть. Да, Иванович Иванович, он меня всегда по отчеству называл. Такое делал. То есть абсолютно неверующий человек. Да. Всякая неправда есть ложь. Для меня лукавство ложь, знак равенства я ставлю. Вот. Поэтому, когда без конца, значит, для вас, вот, допустим, я вообще не понимаю. Я старобрядец, у вас баба была старобрядка. Для вас старобрядка, это как красная отрядка для быка. Для этого ничего не надо. Достаточно быть старобрядцем, чтобы из тебя яд высыпался через все отверстия. Вот, понимаете, почему вы так, ну, как реагируете, мне вообще непонятно. Ну, сейчас вот тут еще в ролике посмотрим. Вот. И вот читал, значит, а, кстати, еще хочу сказать. Наша мама всегда, во все годы поднимала ваш авторитет и всегда говорила. Ну, никогда, то есть там, плохого о вас никогда не говорила. Ну, когда мы уже начали взрослеть, какой-то уже можем сами делать анализ. Спрашиваем, задаем вопросы. Мама, а это как? А это что? Это объясни, но она, видимо, сама в этот момент стала не понимать. Читал вашу первую книгу «Для Слова Божия не туз». Я всего прочитал три тома, ну, так, по-честному. То есть, первую книгу я читал «Для Слова Божия не туз». Очень был дрон, слезы были у меня. Открыты ноги. Слезы. Нет, для слова. Для слова. Открыты ногам три. И «Для Слова Божия не туз» — это первая книга. Недавно буквально еще решил прочитать второй раз «Для Слова Божия не туз». Еще раз прослезился, говорится. Для меня вот эта ваша автобиография, то, что вы пишете, и там многие моменты, они очень непонятны. Очень непонятны. Я испытал вот эти чувства, когда, как вы говорите, когда вы сидите в тюрьме, листочек, травиночка, все это. А мне все это знакомо, все тогда. Ну вот интересно, я такие небольшие две выписки сделал. Вы пишете о Николине Юрии Михайловиче. По сегодняшний день. Кому? Сегодняшний день я до претензий. Ну, действительно. Если человек обладает датным, культурой, речью, внимательностью. Почему вы это к себе не применяете? Почему? Значит, далее. Дальше вы пишете про себя. Более всего тонит греховность. Зачем я так делаю? Для чего я так обидел человека? Почему не смолчала? И детство, и юность, и особенно домашнее. Одно на другое событие. Нигде не могу найти себе утешение. Это прямая речь, ваши слова. Да для того, чтобы вот это понять. А я маленький был, у меня память очень хорошая, избирательная. Я помню ваши письма от Женатаса. Какие вы там письма? Я такой маме говорю, мам, ну а что тебе на этом случилось? Да мне интересно, для чего? Чтобы вот это все понять, нужно вот это все пройти. Когда нам хорошо, мы спим, нас никто с боков не, как говорится, не скобли. Нормально, обязательно нам надо такие, какие-то неординарные условия, тюрьма, еще что-то. То есть мы тогда способны только там это понимать, или что? Ну сказали его раз-два, сказали просто обрядцам. Я еще раз говорю, я ни разу не слышал, что кто-то, отец Никола, там, сказал про Миконьян, как-то плохо. Почему свои недостатки мы знаем? Поверьте. Почему, допустим, вы не говорите хорошей стороны, допустим, все таинства у нас бесплатно. У меня много неверующих подходят, говорят, да это же проходной двор, коммерческие точки. Я вот начинаю объяснять, да вам не повезло, да вы не того, батюш, мы решили все. В нашей церкви я не могу предположить, чтобы венчали такую особу, как Ксения Анатольевна Собчак, которая для вас, по вашему мнению, предпочтительная. А почему же предпочтительная? Потому что она не скрыла, сколько она потратила миллионов на свадьбу. Да мне лично все равно, сколько она потратила, понимаете. Последний раз, когда ее венчали в церкви, какой урон, какие, значит, такие были там отзывы, комментарии, тысячи комментариев. То есть она так подорвала церковь православную, потом батюшка, вынужден, то ли по связи с общественностью, то ли тот, который венчал, оправдывался. Если бы я ее не повенчал, а вдруг она изменилась? Меня бы осудили. А где она изменилась? Когда она изменилась? Когда они после этого сели в катафал, поехали, там морги устроили на сцене, во все это. И вы, вы это говорите, вы это приводите. Я бы даже постеснялся это приводить и говорить. Да. Понимаете? Это именно он сказал, что для Инатики начался. Да. Предпочтительные. Это ваши слова. Это ваши слова. Мне вот это вот удивительно, да. Значит, я никогда, нигде не комментировал ничего. Ну тут, когда Алексей выступил, честно скажу, мы с батюшкой разговаривали, то есть я не одобрил того, что Алексей, я и сейчас повторяю, что он выступил, когда он выступил. Как я, на мой взгляд, я считаю, что выбрал, возможно, неудобное время и не то место. Может было, надо было как-то, может, в другом формате. Но то, что он говорил, я прекрасно все это понимаю, прекрасно. И ничего в этом, то, что он сказал, я ничего абсолютно не увидел, как сказать, чего-то там такого. Он не натрогывается там, не на ваши, вы поймите, что, не на ваши труды. Вот без конца вот, мои сама там 30 томов, я уверен, что, когда я приду и предстану пред Богом, меня Господь не будет спрашивать, сколько я тамов издал. Один, два, три, десять. Понимаете, Господь будет по-другому судить. Вот. Алексей, он мне однократно говорит, что у нас, у всех, разные таланты. У одного таланта строителя хорошо делают, у другого другой. У Романа в свое время там тоже в церкви. А ты не пойдешь к руковой геймин? Да нет. А как так? Да мне, говорит, это вокальные данные, если меня спрашивать не будут. Ну ты есть желание, занимаешься. А другой не может, он в капитальном соборе там столько как-то добра всего сделал. Понимаете? Вот. И мне вот это, ваше такое, как сказать, грубое, хамское отношение непонятное. Вы обвиняете Алексея в хамстве. Хам открыл наготу отца. Вы открываете наготу сестры. Я не специально. Я начинаю смотреть ролик, совершенно, я даже его не записал. Незнакомый человек. Вы стоите, не называете фамилии, говорите про дела давно минувших дней, дела молодости, что вы привезли зятя, он залез ей под юбку. Я-то понимаю, о ком речь идет? Я такой стою и думаю, зачем это? К чему? Это как будто у меня дочь недавно, Катерина. Она говорит, пап, был праздник, такое пение. И Настя у меня, была тут-то тоже дочь. Говорит, так понравилось, такое пение красивое было. Говорит, вышли, говорит, сюда. И, говорит, как начали его забор. А я стою, говорит, да, Геннадий Иванович не называет, говорит, фамилии. Но я понимаю, про моего деда, про мою бабу. А как, говорит, мне так неприятно. Во-первых, говорит, я не знаю, только с лучшей стороны. Я всегда еще в молодости говорил, мы как-то в первом доме сидели, как-то батюшка спросил. Говорит, а как бы ты хотел прожить? Я говорю, дай Бог мне прожить так, как прожили мои родители. С какой бы целью делать это? Вы поднимаете их авторитет? То есть, дадите. Деда, отца, деда, бабушки. Если вы имеете что-то сказать, возьмите, скажите наедине. Зачем это, молодым? То есть, когда Алексей что-то делает, то есть, вы сейчас получается тоже как бы, ну, обижаетесь, что ваш авторитет там как-то умаляет или не понимает. Значит, хочу сказать. И когда я написал просто одно, один комментарий, и Таяся, и имя, фамилия, отчество, все написал, да? Нигде не выступал. Ну, в свободу, как-то, за доступ. И в отличие от некоторых, у которых там псевдонимы всякие, как это вот Елена Православная подписывается, там везде она понаставила. Я уж потом узнал, и она там пытается что-то там не говорить. Безгонеделья Православная, разведенная, регионка, знаешь, зачем? То есть, ничего не знает. Она суется, значит. Вот. И вы мне, как бы сказать, в одном ролике говорите, пусть Давыд только сунется, я ему там вроде в митинге его раздолблю. Я хочу сказать, вот то, что вы говорите вашими словами, вы бьете по пустому месту. Если кто не знает, я скажу, в молодости, значит, был такой грех, когда родители уехали в Киргизию. Я ушел из дома, да, связался с другой компанией, связался с другой компанией, ушел. Вот. И благодаря потом Александру Болоду, который меня оттуда вытаскивал, вот. Значит, а мне передают, троюродный брат передает, это Олег Шарфов передает, тебе сказали. Ивна Тихонович сказал, непременно только тебя пустят тогда, когда ты будешь ползти от калитки до дома. Ну, естественно, я молодой, как говорится, амбициозный, да нет, конечно, не пойду, я не буду. И я благодарен до сих пор родителям и Богу за то, что они поступили, как говорится, по имаме, если не как бы не советовали, потому что я не знаю, где бы я был. Они поступили, как отец принял глудного сына, единственное, что у меня там птица откормленного они приготовили. Вот. Я пришел, попросил прощения, все. И, значит, слава Богу, ушел в армию. Кстати, в тот момент, если вы не знали, я вам сейчас скажу. Вы напоминаете, что я закрыл тетю армию, шлите кого-то в баню. Хочу сказать, вы даже не знаете о том, когда она сюда приезжала, здесь жила, я к ней подходил и просил прощения у нее. Тетя Валя, я ей говорю, я ей сейчас говорю, перед Богом, такого не было. Я не закрывал, я не такой идиот. Может быть, я уж потом анализировал, может быть, это вот эти, там, как говорится, вот эти, там, ну, с кем я связался, значит, девчонки и ее брат. Может, они там, не верующие, что-то сделали. Но у меня все еще чисто, я этого не делал. Мало того, я попросил прощения у нее. Она говорит, все, все, то есть, вы даже этого не знаете. И вы сейчас, вот мне сейчас хоть что-то говорите, этого нету, то, что было, я ранечный. Мне вот интересно, я вот когда приезжал еще в такой момент, убежал, вам уже неоднократно говорили, сейчас не буду ее говорить. Вот он убежал, он испугался, я вам наедине скажу, в тот момент, когда это была причина, ну, была причина, вот, это одно. А второй момент, что мне просто по-человечески стыдно ассоциироваться даже с вами. Понимаете? Когда я себе раньше выдавал визиты некоторые, то потом сейчас у меня знакомые спрашивают, а у меня друг говорит, слушай, да и, если бы я бы тебя не знал, не знал потом твоих братьев, твоих родителей, я бы точно подумал, там, какая-то секта, вот, когда Лешка говорит о чем. Я, говорит, ну, пытаюсь тут бороться, потому что ни это тут, ни секта. Ну, когда меня спрашивают, а чтобы что-то объяснять, я должен сам понимать, но если я не понимаю, вот этот ролик, там, Сергей Пупкова бьют, а потом еще узнаю, что там еще под задницей какая-то подушечка была, я не понимаю, это что, цирк какой-то или что? Чтобы больше было лайков? Непонятно. Если пробуют, то даже мы пробуем. Нет, еще вопрос, вы когда выставляете какие-то ролики, хоть какое-то благословение у батюшки спрашиваете, вот буквально недавно, двухгодичная давность, вот буквально, раз, вылез, Сергей Пупков нашел, значит, я так называю, грушу для упражнения в виде Василия, и вот ролик называется, как избавиться от анонизма, часть первая, там такие вопросы, я вот так вот негде прослушал, у меня прямо так вот волосы дыма встали, я даже, не знаю, это только может, батюшка такие вопросы задавать на исповеди, прям вот, а как, а что, а покажи это, я вообще шоке, вот отец этим знает, знает, допустим, есть это такая проблема, может быть, о ней говорить надо, но не в таком формате, бывает заставка, заставка, я видел мусульманка рассказывает, как избавиться от формы зависимости, мусульманка рассказывает, много можно подчеркнуть имя, но это вот в таком, в таком виде было, никак, никакого, когда вот это все происходит, я действительно, по-человечески, просто стяжусь, понимаете, вот если, допустим, последний ролик, качеву, мне нравится качеву, смотрю, две недели назад он встал, 130 тысяч просмотров, ролик идет 15 минут, есть образец, да, к чему стремиться, 130 тысяч просмотров, 15 минут ролик, если вы действительно не раб, тоже уже как бы раб ютуба, да, то тогда все это понятно, постоянно нужно подогревать публику, постоянно что-то там, вот, ну это вот об этом, потом, когда, меня поражают вопросы, когда вот вы, допустим, говорите конкретно, суррогатный отец Алеши, предполагаемая мама Алеши, я ему говорю одну фразу, он ее не хочет мне так принять, не доходит, у нас разная ДНК, я в этом говорю, почему ни один родственник, ни один, нигде не поднимается, зачем, ты мне не родня, ни по духу, ни по родне, ни духовно, никак. И у них ничего нет, они сейчас ни в храме, ни на занятиях, ни все, пять недель, и уже ни один не вылазит нигде, в храм один раз пришел Алексей, а этот нет, отец, отец совершенно неверующий, я могу рассказать, как близкий, самый близкий, я был друг, а их отцу, Александру Ивановичу, приговоренному к расстрелу в свое время, а они на меня, он на меня нападает, а веры-то нет, а я тогда за него заступался, то есть я получаю свое, он не какой там из дома, кажется, убегал, других детей совращал, а я заступался, я говорю, у меня с ним отношения налаживают, он говорит, Игнатий, не верь, он неверующий, а теперь это Алешин, как бы отец, как бы отец, суррогатный, вот так. Тут когда я сказал, напишите, кто как к Богу пришел, как стал членом общины, записали все, сестра моя, то есть Алешина мама, как предполагаемая. А спрашивает, а почему так это? А почему? Ну вот их много вратовьев, только один, а почему? Я отвечу словами. Разная ДНК. Подтверждение еще раз. На каком основании, и больше всего, даже если не когда вы это говорите, а просто потом, кто-то подходит, задается вопросом. Игнатихнович, а вы на каком основании говорите, что это такое? Я знаете, как скажу, это называется? Называется безнаказанность, потому что многие публичные люди, а вы публичный человек, заодно неосторожное слово теряет должности. Забайкальский мэр, выдавая машину, это всем известно, да, пошутил, стоит, идет официальная церемония, он пошутил, он вот так вот ключи поднял, а тот пора раскрыгнул. Он давай потом объясняться, его сняли, суды, все, все. Да вы меня не так правильно поняли, теперь ты объясняйся в суде, как тебя поняли, все. То есть ты мог в частной беседе вот так вот вдруг, ну как говорится, мы с вами рядом кто-то пошутили, там что-то друг другу сказали, но вы это несете на весь мир. И вот сейчас я выписал, особенно меня поразило, значит, некоторые, тут много, конечно, я тут несколько штук, по ролику, сейчас скажу, по ролику. Надежда приехала, так, так, ну сейчас. Надежда приехала, как там потеряет, кивенчание прошло? Я его разобрал, уже, сказать, по минутам. Вот такие некоторые. Они не хотят, чтобы снимали, даже со стороны жениха. Они захватили власть там, в нашем храме. Мне вопрос, вы храм приватизировали или как? Они не приехали, которые приглашены, они вообще отношения не имеют, а они нами командуют, в нашем храме. Что за безобразие? В нашем храме, кому снимать, и они никакого отношения-то не имеют, кто приглашен-то вообще. Ну это ладно. Они, которые приехали, вообще отношения не имеют. Отношения к чему не имеют? К свадьбе? Мы, родители. Приехали мои, значит, братья, сестра приехала. В нашем храме, кому снимать. Они отношения не имеют никакого, кто приглашен. На седьмой минуте. Значит, на шестой шесть сорок. Пригласительные прислали тебе и мне. И в другом месте вы говорите, интересно, чтобы они ответили, они же не пригласили. Я вам отвечаю, вот, лицом лицу я вам отвечаю. То есть, когда мы тут встречались со сватами, обговаривали, я сразу сказал, не лицемерьте, не лицемерьте. И натих, значит, не приглашайте. Как вот вы потом не попрекали, как у Марка на свадьбе. Значит, что пригласят, а потом, ну вот, это, присутствие его как бы нежелательное. Я сразу сказал, деревенский, пожалуйста. Тем более, свадьбой, это такое мероприятие, всегда садятся родители. Жениха, невеста, жених и невеста, кого хотят, обговаривают. Это не хуйня. Это поминки, там никого не приглашают. Приходят все, кто хочет проститься спокойно. Вот. А здесь, то есть, я сразу сказал, приглашать не надо. Почему не привезли, не дали ни одной фотографии, вы спрашиваете, Надежда Васильевна. Ну, себе задайте вопрос, почему. На восьмой минуте ей, наши прихожанки, про Таню Петерину, чрево нашей церкви, запретили снимать. Одна Таня, все, ей запретили снимать. Я еще не могу на это ответить. Представь, ей, наши прихожанки, чрево нашей церкви, а кто запретил? Ну, хозяин, наверное, кто. Какого отношения имеет эта сестра к свадьбе, мне непонятно. Значит, изначально, изначально просто была просьба не выставлять в интернет. Все, просто в интернет выставлять. Я как раз и показал измерение в том, что, конечно, хотелось бы, чтобы Теренки, Теренки перешел с наркоплячества. Почему я так рассуждал? Объясняю. Потому что, ну, если сравнивать с Катериной, Катерина ходила на клирес, ходила в церковь. Здесь его как бы редко видел, на занятиях его не видел. Но я как родитель, понимаете, написано, отдай мужу благоразумному. Я увидел, что он муж благоразумный, воспитанный, с хорошей семьей, образованием, трудя, любит свое дело. Борода, да для меня это вообще десятое место. Поговорки, говорится, не отпадет голова, прирастет борода. Понимаете? И поэтому, естественно, как и родитель, я своему ребенку, и я смирился с тем, что думаю, ну ладно, тем более никто не наседал о нее. Ну, все-таки, жена должна идти замужем. Раз решили суда, значит, все суда. И больше никто ему ничего не говорит. Значит, на девятой минуте вы говорите, я тут просто пропускаю, потому что это слишком долго все будет. Когда такое бракосочетание, никогда нигде не запрещается? Мне вопрос. А где вы видели, чтобы посторонний снимал, есть процесс? То есть, посторонний может со стороны несколько кадров сделать. Ну, тебя пригласили, вот я даже не представляю, сейчас вот, где-то было бракосочетание. Я пришел и спринялся, мне скажут, вдруг, а ты вообще суда, каким боком-то? Девятая, 9-30. Когда какое-то бракосочетание, никогда нигде не запрещается, тем более сегодня. Такой ответственный момент, интересный, красивый. А мы запретили, почему? Старобрядцы зашли. Тьма болотная. И они здесь распустили сразу свой смрад. А мы запретили, почему? Старобрядцы зашли, тьма болотная. И они здесь распустили свой смрад. Когда вы это так говорите, вы этим что хотите? Поднять. Ну, это естественно, что-то унизить, оскорбить. Ну, понятно, что унизить, оскорбить. Конечно, можно было промолчать, проявить смирение. Но я скажу, что смрад, по моему мнению, распускаете именно вы, когда вы начинаете хамить. По-другому я не скажу. Для них этого ничего нет. Машину затолкать и все. Ну, очередные домыслы. А для них это ничего не стоит. На машину ее затолкали и вся свадьба расстроилась. Ведь вот как было. И поэтому по пятелю все сделали правильно. Правильно в данном случае. Потому что здесь-то зашли не люди. Не люди зашли, а с густок тьмы старобрядческой. Здесь-то зашли не люди. Не люди зашли на десятой минуте, а с густок тьмы старобрядческой. И все это, как говорится, в духе любви. Да, смиренной. Если бы я запретил, вы спрашиваете, снимать в старобрядческом храме, как бы это выглядит для них? Они бы из финала избили. Это я бы пришел к старобрядцам и начал снимать. А им бы всем запретил. Вовке Долгову там всем запретил бы. Феде Устинову на сибирском старобрядческом храме или здесь. Это как бы выглядело? Да никак. Они бы задавили. И спинали, и избили. Давид говорит. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой любви. Вымыслы и домыслы. Больные фантазии. Я их так называю. А вот мне интересно, на 11-й минуте. Мы ехали-то для благовестия. Да, мы-то ехали для благовестия. Наши поехали. Ивна Тихонович, у меня вопрос. Вы ко мне ехали благовестного? Я, значит, спрашиваю, спрашиваю, так сказать. Ну, я понимаю, если что-то вы хотели сказать молодым, да? Ну, это делается заранее. Заранее сказал. Потом просто ради интереса поинтересовался вот так и так. Ну, а какое-то расставление вам, Ивна Тихонович, сказал. Может, нам поздравили. Да нет, ничего не было. То есть, даже здесь, Атош, для благовестия. Кому? О чем благовестия? Все, вот уже завтра будет свадьба. Вы, понимаете, вы, на мой взгляд, не умеете радоваться. Везде будете искать Карамова. На 10 сантиметров платье, короче. Ноготь накрашен. Какой ужас. Игорь там обращает. Я вот Игоря Добунова зауважал, что хоть это, у него мудрости хватило. Я, говорит, не поеду туда. Но когда вот он начинает, как Бронотик говорит, для меня, ну лицемер. Тебе не о чем смотреть. Он знает, о чем я говорю. Есть о ком смотреть. То есть, даже не поздравили. Я вам сейчас зачитаю. Какое поздравление выслал отец за ночь урона. Молодые, красивая пара. Дай Бог, чтобы жизнь их была красивая, христианская. Носили племена друг друга. Чтили родители старших. Творили милостно, плодились и размножались. И хорошо, что скромно. Без выставления на показ всему миру. Красота веселит лицо и всего разделения для мужа. И если есть на языке ее приветливость и кротость, то муж или выходит из ряда сынов человечества, сказал премудрый Сера. Кротость и приветливость лучше украшения жены. И пусть муж благоразумно относится к своей избраннице, как к немощи нашему и хрупкому сосуду. В общем, любите друг друга и живите душа в душу. Самая высшая земная любовь, это любовь жениха и невесты. Желаю, чтобы эти чувства остались у вас до глубокой старости. Искренне, за душевные пожелания к молодым. Господь, ты благословит у вас. Уважение, брата, и Иоанн, и Уору. То есть, понимаете, человек захотел поздравить, поздравить, все. И, кстати, выслал ему и видео, и фотографии. То есть, душа наша, мы ничего не знаем. Да, мне непонятно, мне непонятно просто, в чем грех? В чем грех? Что я не захотел, чтобы выставлять. Вы захотели. Это ваше право. Это вы захотели, еще раз, а я не захотел. Нас, как минимум, молодые не хотели, мы не хотели. Нас уже больше, остальные все не волнуют. Имеют отношение к этим родители жениха, родители невесты, сами молодые. Понимаете? Игнат Тихонович, я к вам с уважением отношусь, но многие вещи мне просто непонятны. И вот, ну, сейчас дальше. И когда вы сердце подведете, у меня, как бы сказать, одно с другими не складывается. Вы сейчас вот сколько раз говорите. Рожденный свыше грешить не может. Аминь. Согласен. Но Иоанн Бодоносец говорит, ты можешь родиться утром, а к вечеру потерять это рождение. Мне говорят, а ты не обращай внимания, да ты не смотри. Он никогда не от витого духа говорит. Так это тогда получается. Вы тогда или потеряли это рождение свыше. Для меня лично это, я не могу сказать, я родился свыше. Для меня как-то даже, как-то дежестно это звучит. Понимаете? Я это не определяю. Родился я свыше, я родился. Господь будет судить меня, не вы. Вот такое еще. Значит, а, ну, тут отрядственный отец боится, что с работы его уволят, все надумано. Нет, не боюсь. Еще раз говорю. Потому, к конкретному случаю, а я с батюшкой разговаривал, а мог бы натихность по-другому поступить? Вот давно не виделись. Смотрит, а ушел. Выключил камеру, подошел. Времяник. А что ты так это заинтересоваешь? Что случилось? Ну, по-хорошему-то, поправиться, как говорится, поговорить можно было бы. Ну, конечно, можно было бы. Я бы просто объяснил бы. И уже как-то было бы по-другому. Понимаете, у вас, для вас люди, это расходный материал. Вы никогда не дорожили добрыми отношениями. Сказал, обидел, прошел, все. В других роликах говорите после этого случая. Я даже не видел, кого я снимал. Я снимал лопухи. Что за лукавство, что за ложь. Когда в ролике, который вы первый, который развалит, нечестивый бежит, когда никто за ним не гонится, стоите и говорите, «Завид, надо же, как далеко, а он увидит». То есть, даже в вашем ролике, вас же самих изобличает. Понимаете? Поэтому, когда, допустим, вы говорите, про молодость, про мою, еще что-то. Я так же помню и плохое, и хорошее. Помню, с Покровского храма я вышел, пришел. Меня родители, когда воспитывали, я после армии тоже жил не по-христиански. Но совесть всегда мучила. И нет-нет, заходил в храм. И помню, встретились с вами, я в коротком рукаве был, в рубашке, и мне сделали замечание. И они сказали, «Ты должен когда-то сделать выбор». И я сделал выбор. Я вам скажу словами Достоевского. «Если бы мне кто доказал, что Христос вне истины, и истина мне Христа, если бы это действительно было бы так, то я бы предпочел остаться со Христом, нежели с истиной». Вот эти слова для меня близки. Понимаете? И когда я это все слышу, когда вот в молодости у меня это... Не помню, я сейчас даже не помню, из-за чего было. Ну, слава Богу, что даже мы сейчас с вами разговариваем, у меня нету, я перед Богом говорю, у меня нету к вам ни ненависти, ни злости, ни просто вас жарит, искренне жарит, что до вас такие какие-то простые моменты, они туда не доходят. И когда вот мне брат говорит, он рожден не свыше, этот духовный человек, что-то поругались, мне говорите, подходите, а ты что заупаешься? Я когда услышал, у меня вот, мне за всю жизнь ни один прихожанин не сказал это, а потом выясняется, говорит, да он, говорит, это не тебе только говорил, и этому говорил, и там он говорил. Не, я понимаю, если я, допустим, отсидел, я другого языка не понимаю, со мной может так радово разговаривать. Я все понимаю. Почему я это запомнил? Если бы мне сказали неверующие на работе, они по-другому не разговаривают, они не могут. Я вот там борюсь, борюсь маленько, что-то за чистотуру устраившего языка, лекции там много, о этом читаю, да? Я бы, конечно, это даже не маленький против, но сказали вы, я запомнил. Мне так же не нравится, когда бесконцентно это, знаете, я, 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 я эти книги. Отец этим, я ни разу не слышал, что он себя вгрубил, что дома тут себе построил, все это сделал. Но он же это сделал, сделал. Почему я с ним могу, как говорится, с братом о везде, поговорить, все сказать, понимаете? Без каких-то там обид. На 13 минут приезжает митрополит Сергий Иванович и все снимает. Значит, ну вот в другом месте еще говорите, снимает Путина, снимает Жириновского. Когда вы это говорите, это на кого рассчитано? То есть, вы, правда, не понимаете, официальное мероприятие отчастливало. Вы про частную жизнь Патриарха, Путина, что-нибудь знаете про частную жизнь. Вы почему совершенно, то есть, вас просто, даже, ну, не вас, это ведь вам передали, что я против был, чтобы выставляли в интернет. Одно условие было, одно условие, все. Вы не смогли даже в этом смириться. Я совсем смирился, все. Катерина, ты точно решила, ты все правильно решила, все, все хорошо, как говорится, Бог вас благословит. Из этого, значит, из этого вы увидели, кто они, это вы обращаетесь, к Надежде Васильевне. И теперь можно, и теперь молиться нужно, чтобы они жениху в голову не свернули в духовном плане. Ну, скажем так, с уважением, с большим отношусь к Теретью, но чтобы свернуть что-то, надо что-то иметь для начала, чтобы свернуть. на 14-й. Я еще не знаю, верующие она или нет, видели, только ногти накрашены. Ну, я говорю, какой вы уже знаете. Еще, еще ничего не знаем. И опять все, люди, ничего, нигде нету, ничего, ничего не могу выставить. Зачитывайте, значит, отец никак не хотел отдавать старобрядцев, старобрядец должен быть, с замшилой зеленой бородой, с капустой бородиной, опять в домыслы и ложь, и опять в низи. Я сколько в церкви ходил, вот перед домом, не видел, старобрядцев с замшилой зеленой бородой, брата вашего, вот дядь Павла, видел неоднократно, с соломой, в мекине, хороший дядька, мне жалко, что он спился. Ну, хороший, я помню, все его добрые дела, когда, как говорится, папа был на море, он приезжал, сколько он там, добра, дед, помогал. Я приезжал, говорю, у меня слезы наворачиваются, вот он мне сейчас прислал письмо, я потом, бачки, покажу, что он там пишет. Ну, про приглашение так я сказал, сейчас, 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 погрузили в один день во мрак, в какой, кого погрузили? Аминь. Ну, выражения такие ваши, знаете, не будет бегать, а, он же не будет за ней бегать, как петух закрывается. И вот, на 31 секунде тоже это вообще нормально поели, не застряло во рту, ничего, а я не пойму. А если бы застряло, вы бы возрадовались. Вот это, вот это зачем, к чему? То есть, вы, Алексею, там много-много-много пунтиков написали, ты, когда споришь, ты выйдешь, как там думаешь, вот вы, когда это все говорите, вы отдаёте отчет. После этого наше отношение, на ваш взгляд, улучшится. Я уже тут несколько моментов примел, ну, это ложь, неправда. так улучшится. Что-то повлияет на наше, ну, не знаю, изменение какое-то. Ну, нет. Ясно, что вы просто вот так вот сидели, а я скажу, пошли по вашему сценарию, и вас это обидело. Вас это обидело. Вот. Согласен, на 35-й минуте вы говорите, лечь идёт про милиционеров, про милиционеров. Придолжите, сидишь, не снимать, сиди дома, не усовывайся. Согласен на 100%. Когда кто-то говорит, возмущается, в этом согласен. У тебя, ты при исполнении, всё, молчи. Ко мне тоже приезжает, бывает у нас, тест-пакеты приезжают, естественно, я что буду там, бегать, как пацаны, что-то. Но это моя частная жизнь. Вы не можете знать, вы блогер, вы знаете правила ютубу, знаете, да? И вы, как сказать, без конца говорите, вот, разрешено снимать там столько-столько мест, значит, пять мест. Вы, когда ходили, недавно, значит, около тюрьмы, ходили, гуляли, собака, Елена там была, и там была табличка, что снимать нельзя. Я охранник, вы говорите, охранник показал, не уйдили. Ну, вы взяли, поставили, поспорили с ним. Пять мест, в которых нельзя снимать, а здесь можно, я буду с тобой спорить. Почему не стали спорить? Ну, оказали, где-то, не знаю, в каталашке какой-нибудь, уж реально, может, не стал, но опасность была, да, и поэтому не стали спорить. То есть, можешь что-то, как-то, Вот, а здесь-то что? Здесь можно всяко-разно говорить, что хочешь. Так. Для них ничего нет. Свинян, что сказал, они его начали бить, бинать. Это у них в порядке вещей. Вымыслы человечества ненавижу, а закон твой люблю. Опять, очередная больная фантазия. То есть, я скажу, я краем уха про этот случай слышал. Ну, вы же разумный человек, вы же понимаете, что это какое-то неадекватное, одного из них сейчас, в данный момент, отлучили. Значит, я даже не знаю, из-за чего там, кто-то, видать, толкнул, но никто его там не пинал, ничего не делали. Но это ясное дело, что это у нас не в порядке вещей. Вы, я до сих пор помню испуганные глаза Андрея, когда у него такие были, когда сидели на матушку ее там, то ли пили, то ли пинали. Ну, я бы сейчас выходил и всем говорил, да это у них в порядке вещей. Но это было. Это было. Но это никто даже не говорит. И не поминает. То есть, это ясное дело, что это не в порядке вещей. Вы там, возможно, что-то там погрешили, что-то там не поделили, еще что-то. Каждую субботу профилактику уже не давать, кулак поднял. Кто кому дает, непонятно. Посадили дурака на четыре кулака. Это вы говорите про Славу, кузатеру. Значит, ну, типа, что он к нам перешел. А я хочу сказать, так перешел, да от вас. Он у вас такой был. Когда мы были, здесь я еще жил, приезжает машина шаланда, и он приехал с города. И мы выгружаем, значит, там, вещи. И я еще тогда, мы выгружались с Андреем, я тогда еще переглянулись и говорю, а что у него какие-то шуточки такие скорпезные, циник, натуральный циник. Он и был таким. Понимаете? Если бы вы его не смогли перевоспитать, но он ушел туда, и вот там такой, и там его я редко вижу. Понимаете? Вот. Теперь, на 39-й минуте, они его жениха будут добивать, ты живешь с Никоньяном. Ни разу, ни разу не сказали. Вот это выражение, у них так бывает, она старообрядка сменилась. Это, это, скотское какое-то такое сравнение, это говорится про мою сестру. То есть, я как должен был? Молчай, ваши комментаторы седут, что вас, как духовного отца, Алексей, как-то там, не знаю, обидел, или что что-то. Я еще раз забыл. То, что он говорит, я прекрасно понимаю. То, что он сказал, допустим, сейчас вот так, кратко, продянусь, про мост. Вы говорите, да чего ты делок, возьми-то и, кажется, засыпки, правильно. Конца и края этого не будет. Он правильно говорит, начните с малого, начните сперва, хотя бы с этого. Батюшка не раз говорит, даже вам говорит, вы когда едете проповедовать, езжайте куда-нибудь подальше, кто вас не знает, кто вас не знает. Что тут непонятно? Это у меня на работе. Стоят, бросают мимо. Урну нету. Привез урну, поставил урну. Рассуждает, как в Германии жить хорошо. Опять стоят мимо, кидают. Да вы никогда не будете жить, как в Германии. Понимаете? У вас менталитет другой. Так и здесь. Начните с первого самого, про то, что он говорит. Я это понимаю. Как это непонятно? Вот это опять же, мое мнение, ну, со стороны. Мы сейчас вот разговаривали, как брат с братом. Такое, значит, вы высказали ему обиду, называя на «ты». Я вас ни разу не назвал на «ты», всегда на «вы», почтительно. Ему до этого делал замечание, не называя так. Но вы молчали. Значит, года три назад приезжает мой сын, его племянник, называет его. Он сразу вас садил на место. Ты кто такой? Ты мне на «ты». Все, всего-то делу. Сделал замечание, все, больше называть не буду. Я когда приехал в Сибирск, папин брат Федор, а тому наоборот. Не называй меня на «вы», называй на «ты». «Я нет». «Да ты чего тупишь?» «Разовай меня на «ты».» Потом я говорю, «Дядь Федя, я сопля. У тебя уже семья, у тебя дети. Вы когда вырастите, вы это поймете, что это очень важно и немаловажный момент. Сейчас, вот недавно встречаемся, все, уже не говорит, уже про это речи нет. 41 минута. Дело, дело, какое иметь со старобрядцами, абсолютно дохлое, ничего не получится. Поэтому, дело, какое-то иметь со старобрядцами, абсолютно дохлое, ничего не получится. Ну, я, наверное, скажу, что сказать, бессовестно. Значит, мы все здесь, в СНОЛЕ, все в храме участвовали. Я помню, вот эти 6-ти метровые балки 20 на 20, выкладывали на потолок и подбивали доски. Даже и моя легковая там есть. Вот. То есть, все. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Роман, благолепие сделал. Володя у окна стеклил. 42 минута. 350 лет заучивать одну пробует. Подойдет к нему так и скажи, берите, переходи к нам и сразу пройти. 350 лет заучивать день и ночь одну пробует. Подойдет к ней ему вот так и скажи, еретики, переходи к нам и сразу отойди. Какая я несу светлая ложь. Сколько раз был, ни разу не слышал таких проповедей. Думал, откуда это идет. Разговариваю с надежной Васильевной. Я ее, кстати, очень поблагодарил, но я же Васильевна. После этого, когда осетил эту ложь. Молодцы, что вы никого не оболгали, ложь никакую не сказали. Значит, просто достойно себя вели. Я говорю, я не слышал это. Она мне говорит, когда-то, то ли 40, то ли 50 лет назад, я так понял, что на вражный храм был на Сибирске, кто-то, бабушка, видать, от большого ума, у нас таких много, и у вас, у нас таких много. Видать, какую-то подобную жизнь сделал, но чтобы такие пробовали кто-то говорил. Я не слышал. Разум не слышал. И вы это без конца, без конца все это. Вот. И вот, 43-я минута. интересует вопрос, который надо было вначале задать. Что там слышно про нас? Ну, хоть, теперь меня интересует еще один вопрос, который надо было сначала задать. Что там слышно про нас? у вас в деревне. Вот мы не были на свадьбе. И что там слышно про нас? Да вот, оказывается, червяк-то, где зарытка был, что свербило. Что же о нас-то говорят? Я вам скажу, о вас ничего не говорили, потому что никому не интересно говорить. Все занимались подготовкой, как говорится, к свадьбе и так далее. На 44-й, говорите, мне когда делают замечания, я обращаю это внимание и сразу начинаю работать, чтобы вылезти из этого. Я обращу внимание, где правда, сразу же начинаем сегодня работать, чтобы вылезти из этого. Ложь. Вам, батюшка, неоднократно говорил на вашем собрании, прекратите, прекратите, значит, проводить политинформацию на своих занятиях. Занимайтесь чисто по Слову Божьему. Переходите на личности. Сколько, я скажу, мне раньше, я чаще сюда приезжал, мне нравилось, приедешь, вечернее, порядок, тихо, служба идет, и с таким каким-то настроением, какую-то, значит, наполненность внутренней, ты уезжаешь. В очередной раз приезжаю, праздник, снимают, опять снимают. почему укрывался. Я не вижу в этом греха, что я вот сюда приезжаю, тут мои родители живут, я приходил, там, скажем, в православный храм, но, ну, не хотел, чтобы это видели, старобряться. Я открыто говорю, вот, можно было просто даже вот в этом пойти. А пачечки неоднократно вам говорили. Так это надо было, сколько вам, чтобы люди сказали, какие-то скандалы, вы этого ничего не понимаете. В итоге, пока он уже отец этим-то за ультиматом не поставил, хотите снимать, снимайте, но будете без меня снимать. Я в очередной раз когда я приехал, я стою, сначала хотел выйти, потом взял, собрал руки, думаю, достой. Мне сейчас скажут, а ты куда ехал? Ты же знаешь, что ты снимаешь, знаю. Все, ну, приехал, приехал, стой, достоял. А теперь сделаю, больше не буду сюда ездить. Я не обязан объясняться, почему я не хочу. Еще раз говорю, для вас, я вас сейчас считаю просто блогер, вы блогер, вы на меня уже не пропалили. Какие люди? С ними, что ли? Они к какому разряду людей себя причисляют? Да я их в глаза не видел. Да какие люди-то? С ними? Они себя к какому разряду людей причисляют? Я их в глаза не видал. То, что они делают, это лютые звери только, и то можно приручить, а их не приручишь. Интересно. В глаза я не видел людей, но буду желчи сбивать. Я так вообще не понимаю. 45 минута. То, что они делают, это только лютые звери, и то можно приручить, а их не приручить. С таким отношением, Игнатихович, конечно, никогда вы не приручите. Никогда. Приводите пример, пример, значит, я вам крестителя, по рождению сидели, кто может убежать от будущего днева? Ну, он всегда так говорит. Вот он всегда так говорит. Ну, сказал один раз. и значит, на 48-й. Да плинтуса вас опустили. Все хорошо. До какого уровня до плинтуса, как говорят, опустили вас. Все хорошо. Мы опустили. Что значит, слово опустили? Унизили. Кого унизили, кто здесь забыл? Приезжал, голова Чандрея, сидел вот здесь за столом. Я вот на него посмотрел, прекрасный парень. Прямо видно человека, его как-то таким теплом взбивает. Тепло, тепло от него соль. Чего не могу сказать о брате Сергею, когда в сторону игрока посмотрел этот ролик. Кто ему дал на какое разрешение? Он священник вот так вот выпытывает этого убогого. Я по-другому не назову Василия. И выставлять это все. Часть первая, знаете, еще часть вторая есть. Так вот, значит, Андрей сидел тут, прекрасно, все понравилось. Мне, конечно, его жалко очень. Кто знает, тот поймет, о чем я. Прекрасный парень. Елена, когда его допрашали, она говорит, ой, как хорошо, что я сюда не приехал. я не знаю, что бы там со мной было. А мне интересно сказать. Ну вот, человек сидел с вашей общиной, ничего не было с ним. Чего бы с ней было тут? Кто бы? Или как бы, что-то растерзали. Так вот, я хочу сказать, доплинтуса, до какого? То есть, доплинтус означает, унизили. Кто вас унизил? Всего одна просьба. Всего одна просьба была. А можно было даже по-другому сказать. Позвонить даже напрямую. Сказать, так и так. Вот мне есть желание огромное, хотя бы просто выставить фотографию. Еще раз говорю, вы не умеете радоваться. Вы везде будете во всем искать кромол. Вот. Поэтому, естественно, вы сами себе опустили вот этим вот роликом, своим, каким-то, знаете, раньше совлазнительным поведением. Вы давно себя уже опустили сами. У нас другого нету лозунга. Белики и Таикися. Когда это было сказано? 300 лет назад или когда? Мне тоже непонятно. Раньше я был маленький. Тоже так же Бел или Таикися. Что-то там какие-то пленки закапывали, везде какие-то шифровки, по имени друг друга не называют. Сейчас все на растопашку, все раз это. Для меня это непонятно. И я почему-то уверен, что это еще сыграет злую шутку. В дальнейшем. Старая напряжение, перед которыми вы легли лужу. Какую лужу? Кто лег? Приводите пример свадьбу Сарченко. Мусульмане заходят, восхищаются. Для нас получается очень важно, чтобы была, прошло Алексей говорит, штукатурка, чтобы восхищаться, чтобы было два платка. Но было два платка, уехала. Вы, может, никогда еще не знаете, но мы знаем. Знаете, ничего нет тайного всегда, чтобы не было явно. Алексей на то и борется, чтобы, понимаете, чтобы тут было, не называли вас сепьей, чтобы тут все строилось, здесь у вас, не на одном человеке, когда вас не будет. Ну, рано или поздно, вас не будет, нас не будет. а чтобы община продолжала жить. Мне так же непонятно, значит, ваши, ваши, такие примеры, когда вы приводите некоторые моменты за уши, притягиваете. Ну, допустим, неоднократные кичунки трясутся на свадьбе, там, то ли у Кирилла, то ли у Равана конкурс был. Вы, правда, что ли думаете, что кто-то из присутствующих вкладывал смысл? Да это просто было шутение, такой конкурс, чтобы выводить деньги, да, которые пошли бы молодым. У меня брат по его спрашивает, а у нас, говорит, на свадьбе тоже были такие конкурсы, родились сын, родился дочь. Почему вы не думаете, что, а может быть, это совершенно не по этой причине, может быть, это как-то вечный гриль, еще что-то. Говорите, дед Петя, вот тут я выписал, значит, дед Петя, сейчас скажу, живьем Бог погреб в земле еще три года, еще года нет, попал в колоде, сдвинулась земля, минуты не было для покаяния. Я лично звонил его двум сыновьян, которые были на похоронах, которые разговаривали непосредственно с этим узбеком, все его последние слова, которые он сказал, накануне буквально накануне он причастился, даже батюшка, как вы пробовали, сказал, его крестом-ходом, говорит, это редко даже у мирян, так бывает, крестом-ходом, вокруг храма провели. И батюшка говорит, мы его любим даже не за то, что он там нам то-то или то-то сделал, он нам показал, каким должен быть христианин. Сегодня я удивился, вот сегодня вы сказали, он попросил прощения, а до этого вы не говорили. С чего вы взяли, что именно за вас? Человек уже попросил, 10 раз прощения, он именно из-за меня, он задалил, а у меня другое мнение. Господь его предостерег и уберег из другого. Есть, я бы не безосновательное, не безосновательное мнение. Понимаете, у меня тоже в жизни такую случину, когда четыре человека у меня не было работу, бах, двое, погибают. Наверное, так Господь сделал. Один говорит, да я на пленусь там, бах, молодой 44, коммерсант с деньгами, он говорит, мол, наверное, Господь за меня. Может быть это так. А потом, прошло время, я тут говорю, а с чего ради? С чего я взял вдруг, что это именно так, именно это за меня? И вот у вас без конца, вы вот эти пугалки, страшилки какие-то, я понимаю, когда, знаете, что-то погрешает человек против священного писания, против троиц и так далее. Вам просто говорят и указывают на ваши человеческие недостатки, брат брату. Вы говорите, я сразу, как вы только скажете, я сразу выхожу из этого. Да никогда такого не было. Нет. И вот такой момент, значит, сейчас, сейчас все, все, минутку последнее. Последнее, последнее. Читал, Алексей, значит, назвал вас шизофреником. Шизофреником назвал. Не назвал. Я просто не поменил. А, просто поменил, просто поменил. Я взял вот эту книгу и прочитал. Написано заключение. Душевным заболеванием не страдает. Он является психопатической личностью из круга паранояльных психопатов. Слышишь, можешь это оставить. Это ладно. Я просто, это все в доступе. Вот понимаешь, момент один. Настойчивость, активность больного, не способны сломить, не убежать, не даже грозы. То есть, это не просто так, какая-то бабушка с грядки все это придумала. Это целая наука, психология. Строилась и разрабатывалась все эти, скажем, определения, симптомы. Это наблюдение, это кода, кода. Это не просто так. Понимаете? Вот у меня все. И поэтому сейчас скажу просто, для меня, для меня сейчас вы, вы бессовестны, мстительны и лукавы делали. Аминь. Простите ради Христа, вот такое мое отношение. То есть, вы нас без конца звали, придите, скажите, пришел, сказал.